Сливки должны быть всегда холодными. Поэтапно, шаг за шагом, шеф-повар Виктория Розакова делится секретами приготовления сырно-сливочного соуса для филе. Блюдо из курицы готовить несложно, главное соблюдать рецептуру. На гарнир решили сделать сотей из овощей. Основные ингредиенты – помидоры и кабачки. Не забыли и про легкий салат из перца, ветчины и сыра, а на десерт – свежие фрукты и сливки. Такой ужин можно приготовить за час, по сути, из подручных продуктов. Сегодня мы приехали к нашим друзьям из Молоковского ТСМ на очень вкусное мероприятие. Мы вообще очень любим такие вещи, где можно чему-то научиться. Я вообще очень люблю готовить. У меня есть такой опыт в этом деле, но некоторые секретики я для себя открыла. Большинство интересовал вопрос, как вкусно, а главное – быстро сделать обед или ужин. Их зачастую не всегда хватает времени на приготовление изысканных блюд. Шеф-повару Виктория предложила несколько рецептов. Их участники мастер-класса взяли на заметку. Участники – жители Новомолокова, Молокова, ближайших территорий. И приехали гости из ТСМ «Завидное». Любой желающий мог поучаствовать в мастер-классе по приготовлению песочных печеньей и попробовать свои кулинарные навыки на практике. Ирина, привет! А поделись секретами приготовления? Секрет печенья очень простой. Тесто постное, вода, мука, сода – все очень просто. А чтобы само печенье вы видели, вы можете взять формочку, тесто, вырезали. Вот и получилось печенье. 5-10 минут в духовке и готово. Рецепт Ирини рассказала ее мама. Песочное печенье – одно из коронных блюд этой семьи. Однако девушка любит готовить не только выпечку, но и различные супы. Пока одни участники продолжали мастерить вкусное печенье, приготовление ужина близилось к завершению. Мы уже все сейчас будем сервировать. И сейчас мы все это будем пробовать обязательно. Это легкий вариант. То есть это не нагрузит желудок. Это все будет очень вкусно, очень легко. И романтика здесь точно обеспечит. Еще одной важной составляющей является сервировка стола к ужину. Все должно быть красиво. Первым делом подаются салаты, затем основное блюдо и, конечно, десерт. Приятного аппетита!